МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение двух месяцев на улицах Черкеска чувствуется неприятный запах. Роспотребнадзор обращается к жителям республиканской столицы сообщать возможные источники неприятных запахов. Многие жители Черкеска сетуют на семенной завод компании «Хаммер». Наша съемочная группа побывала на этом предприятии и выяснила, что такое протравливание семян и может ли этот запах распространяться на весь город. Сегодня в 20.45 в программе «Вести Карачаева-Черкесия» со Светланой Казиевой. Мы покажем предприятие изнутри и расскажем о производственном процессе. К другим темам. В Качагу имени Умара Алиева прошел концерт, посвященный празднованию Дня родного языка. Представители разных народов Карачаева-Черкесии порадовали всех собравшихся своими национальными творческими номерами. На мероприятии побывал и Альберт Бациев. Несмотря на то, что многие чувства и эмоции нельзя выразить словами, именно язык является достоверным способом передачи информации между людьми. К большому сожалению, по статистике каждый месяц исчезает два языка, поэтому очень важно сохранить свой родной. Думаю, что нет никакой необходимости читать доклад, рассказывать о тагедии, которые происходят с языками. Наверное, лучше один раз это увидеть, услышать эти языки, как они звучат, какие они прекрасные. В Качагу имени Умара Лива традиция отмечать День родного языка зародилась 7 лет назад и неплохо прижилась, учитывая большое количество студентов разных национальностей. День родного языка – это хорошая возможность для учащихся и для преподавателей обновить запас знаний как своего языка, так и языка своего товарища, представителя другой нации. Университет постили представителей разных национальностей со всей республики, предварительно подготовив номера, показывающие всю красоту и индивидуальность родного слова. Каждый язык прекрасен своей неповторимостью и самобытностью, поэтому традиция отмечать День родного языка столь масштабно будет жить еще не одно десятилетие. Альберт Боцыев, Арина Гидиева, Вести, Карачаево, Чешкесия, Карачаевск. Сегодня очень пушистый праздник – День кошек. Но у многих народов даже существует поверье, что кошки проживают несколько жизней. Кроме того, всем известно, что кошки – отличные истребители вредных грызунов. Специалисты по кошкам отметили, что они столько же лет живут с человеком, что чувствуют себя равными ему. Поэтому с ними нужно обращаться уважительно, ни в коем случае не приказывать им, а объяснять и поощрять хорошее поведение. Особенно кошки любят, когда их гладят за ухом и по подбородкам. Причем более ласковые и общительны именно коты, а кошки более капризны. Эти грациозные животные – близкие родственники тигра и леопарда. Рекомендуем сегодня устроить праздник для своих кошек. Сегодня еще Всемирный день комплимента. Люди по-разному относятся к комплименту. Кто-то утверждает, что в нем часто присутствует лесть и отсутствует искренность. Однако повседневная суета и заботы часто приводят нас к тому, что мы просто не замечаем или забываем сказать человеку рядом добрые, теплые слова. Этот праздник ни к чему не обязывает. Ни к подаркам, ни к специальной подготовке, ни накрытию праздничного стола. Просто он лишний раз напоминает нам о великой силе слова, сказанного искренне и от чистого сердца. Спасибо, что вы нас смотрите и оставайтесь на канале Россия. Всем удачного дня, хорошего весеннего настроения. Следующий выпуск в 11.45 с Ашумезом Пхешховым. А я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok